Быстрее только заходите. Через порог перешагивай. Тихо, тихо, тихо. Смерть, сразу защелкнули. Значит, что? Закройте меня вот так. Значит, вот так за хвостом ходит. Глаза совсем какая-то перепрокидывает его. Я сейчас посмотрел в интернете, все сходится. Но она новых людей боится, может убежать. Сейчас я надо как-то пустить здесь. Ну, подожди, подожди, подожди. Ух, до того пугливая она и была. Ну, постой, постой. А вот клади он туда. Там валенки я сейчас вам дам. Подожди-ка. Вот, посмотри. Вот это домашняя, нет? Нет, это уличная. А где-то еще тут посмотреть надо. А вон тапочки, иначе тапочки есть. Вон тапочки, оденьте. Подожди, что ты так бесишься-то? Ну, подожди. Она очень пугливая. Чужих людей-то никогда не видела. Так, на ту, на красную уже тряпку не наступайте на половичок. Это улица считается. Она спрячется, ее не достанешь. Сначала осмотри ее. Подожди, подожди, давай. Ну, глаза-то какие-то стали. Да я вижу, вижу. Правое ухо. Мы его отмочили. А я сначала не понял, что в ухе-то. Мне кажется, из уха текло. Это застыло. Мы ее отмочили. Горяченькой водой, теплой. Бедная моя девочка. Это ничего, это ничего. Об этом нет ничего. Мы это прочитали сейчас. И там он говорит в ролике. Все сходится. Так, вы ее маленечко придержите. Я ей лапки пощупаю. Она сегодня вот так вот ходит, падает. Подожди, подожди. Тихо, тихо. Подожди, моя хорошенькая. Подожди. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Держу, держу. Подожди. Она меня укусит. Подожди. Ух, кусается. Подожди, подожди. Паля, Паля, Паля. Паленька, мне твои ножки пустят. Паля, она совершенно нечего. Уже их людей не видела никогда. Она от них прям не своя. Видишь, как ее коса бочит. И она бежит, она так падает, об стенку ударяется. Паля, Паля, хорошо. Ноги у нее совершенно нормальные. Так. Давайте. Сегодня-то она особенно, особенно сегодня. На месте начала крутиться. Смотри, чтобы не укусила. Паля хорошая. Паля замечательная. Мы ухо ее отмачивали вдвоем. Вчера я помаленьку выбрал из нее. Так, ну-ка сейчас вот отпустите. Только смотрим, чтобы не убежала. А? Отпустите, посмотрим как ходит. Она убежит, не достать ее под койку сразу. Нам не достать ее. Она как будто ничего не видит. Оглядывается на кого-то все. Сегодня с утра она начала так. Кушает как? Часы не раздается. Смотри. Ну зачем-то положила-то. Утром ела. Кушает-то как? А? Как ест? Кушает как? Хорошо? Ну я давал ей специально мясо. Утром-то ел, а сейчас уже не ест. Может быть не хочет. Так, доставай. Она недавно воды попила. Воду пья хорошо? А ты понимаешь, какая болезнь-то я говорю? Какая болезнь-то? Я поняла, поняла. Это считает какие-то клещи, которые у мужского пола больше, а тем меньше там. Я поняла, поняла. Ну я думаю, это не совсем то. А? Не совсем то думаю. Сейчас посмотрим. Не совсем то, но все сходится. И что она кружится за хвостом и стукается об стенку и падает на сторону. Все сходится. Прямо как будто он с нашей этой. Ну и там говорит, что целая серия этих лекарств какие-то. Подожди. Мы взяли антибиотики? Да. Взяли антибиотики. А у вас кошка есть дома? Ой. Есть. Дети принесли. Так, теперь скажи. Вот у меня внизу голуби там. Ага. Я закрываю вот эту коробку-то, а не там на ночь-то. И она у меня тут спала. Под ней подстилка не могла? Нет. Нет. Дело в том, что я нигде про это не прочитал. Нет. Переносит кошки. А кошки только свои. Ну вот какая-то кошка гуляла на улице где-то с котом. Ни одна не ходит. И у нас на улице не ходит ни одна кошка. Второе ухо чистое. Поэтому у меня сомнения. Обычно если клещ поражает, то он поражает оба уха. Не знаю тогда. Мы сейчас обработаем перекисью водорода. Ну давай. Если там где-то гной, он выберет. Вычистит. Ну что-то у нее серьезнее. У нее глаза потускли. И она как будто ничего не видит. У нее болевой синдром. Глаза, розочки расширенные. Ее маленько потрясывает. Болевой синдром. Идет воспаление. От воспаления я взяла антибиотики. Так, теперь скажи. Конечно результат какой. Можно прежде вернуться в состояние? Я надеюсь. Пока ничего сказать не могу. Мы молимся, а как Бог да. Подожди. Это она мне корябнула. Да, корябнула хорошо. Так, раз, два. Ну, вешенство не может быть. Еще один вешенство. Нет. Нет. Вот этот еще и это. Это точно не вешенство. Вчера я кое-как отмочил ухо. А сегодня опять. Она как-то лежала на ней с ухо-то течет. И, ну, с гноем я прочитал там. А я подумал, где же она захватила такое прилипло что-то от нее. Володя, сможешь ей уколчики ставить? Нет. Ну, сегодня мы поставим. Завтра Ваня поставит. Надо бы дня три хотя бы поставить. Не знаю. Я не умею. Вот этот антибиотик. Понимаешь, что я подумал? Ну ладно. Только то она меня признает. Давай. Вот этот антибиотик надо будет в воду добавлять. Иду в воду. А вот этот купол. Ты еще была у нас в лагере-то, нет? Я тебе не смогла. А, ты не знаешь. Она училась уже. Ну-ну-ну. Подожди, Паля. Паля, подожди. Игнатий Тихонович, ее бы чем-нибудь связать. Ушки сейчас промывать буду. Ой, будет возмущаться. Не дастся ведь, а. Надо сейчас подержать ее, рукавицы надеть. Володя, я сейчас рукавицы возьму. Так, просто так. Подержи. Смотри, чтобы не ухаря была. Тихонько. Не разговаривай только. Может вам перчатки дать? Да мне перчатки. Ты возьми себе перчатки. Давай, иди. Ты-то лучше. У вас и руки трястить будете. Да ладно, ладно. Паля хорошая, у меня хорошая. Кошечка, не бойся. Подожди ты-ка, проглоти ее. Паля хорошая. А от меня еще собакой-то пахнет, а у нас же собака еще дома. Ну ладно. Вот он взял, иди. Может вам дай. Советую, что делать. Только не выпусти ее, иначе не достать ее тогда. Володя. Ну давай. Бери, не выпусти ее, не бойся. Паля, 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 Паля. Так, ты ее держи так. Надо куда-то ее положить. Давай. На стул, на стул, не на постель. У нас еще бумажка-тряпка есть? Вот на этой нет. Маленькое место, а? Еще бы тряпочку какую-нибудь. Володя, только не выпусти ее. Ее не поймать тогда, не найти. Что надо сделать? Еще бы тряпка сейчас из уха бежать у нее будет. Промоем. Если есть там гной, он пробьется. Еще газету постелить? Тряпку бы желательно. А какую тряпку? Из уха сейчас бежать будет? Большую нет. Ну, гною вытирать из уха. Я не знаю, что тут взять. Платочек какой. Ой, топлю я. Завязывал. Ну, нет, у нас даже ничего нету, живем так. Давай. В ухе протирать. Сейчас протремушка есть. Да, я бы мог это дело сделать. А ну-ка вот это развяжи. Тут медицинский какой-то. Да, там есть наверно все. Сейчас мы как захватила. Давайте тоже вам перекись водорова. А? Перекись водорова. Не надо. Так, там вытащи, вытащи там все. Там что-то есть. Не надо вот это? Есть. Вот для ушей. Так нет. Там, может быть маржа есть. Ватка. Вот ватка. Вытащи здесь. Вот ватку вытащи. Да. Погляди. Давай. Ну, давай. Вот давай. Вот давай. Давай. Вожи ее. Правая ушка. Так. Теперь на нож если возьми. Оторвать то надо. Подожди-ка. У меня есть ножица. Ну давай отрезай. Держи ее. Сколько она? А вот. Володя только не выпусти. Вот, вот, вот. Вот это вышло. Вот оно какое дело-то. А тебе сейчас придется потерпеть. Радостная. Держишь? Да. Так вот прижми, чтобы вот тут вот. Так вот немножко. Да. Смотри только если она себя руку не посетает. Чтобы она не укусила тебя. Прям в ухо надо, да? Прям в ухо надо. Прям в ухо надо. Вот так вот она будет. Паля-паля хорошая. Она голос мой знает. Мы с ней дружим. Паля-паля. Вон так. Вот это. Что-то? Отписья? Не-не-то не клещ. Плечь он такой серый. Паля-паля. Паля-паля. Жалко нам так. До того умная кошонка. Нет, как-то сгустки еще края были. Паля-паля-паля. И бежал и гной, и сгустки из вся. Видишь, цукается. Но не клещ А теперь кисей там не пережжет перепонки? Нет, не пережжет Ну делай там, ладон Она слабенькая, 4% Так ты что нам говоришь, чтобы мы это делали сами? Тихо, тихо, тихо А уколы не надо делать ей? Сделаем уколы Один раз? Не проклеи ухо только, смотри Нет, нет, я осторожненько Клеща нет Она падала у вас, да? Нет Она вот из этой коробки, вот смотри Прыгнула сюда, вот на стул На тряпки Падала этого нигде, она не падала Она вообще очень лобкая Она просто голову склоняла и крутилась вот так на месте Так Сегодня утром она еще более-менее была А вот к обеду ближе, она прям какие-то глаза ненормальные стали Зачки расширились Вон она, смотри Идет воспаление, болевая рефлексия идет воспаление Это не клеща Что-то ты много дала этой тряпочек-то, зачем столько? А там она... Одна-одна она была Да-ка, ну в один арку возьми, да, что-то не хватит Так Отрежь, это лишнее Подай Подойди, возьми сама Матери некуда Отрежь, оставь только то, что есть Оплом выбросить Вот так вот Отрезай Зачем же так? Ну все, моя радость Больше там ничего нету Очень похоже, что это как будто травма Паля-паля, хорошая паля Паля замечательная Не знаю, как будто вот она прыгнула и головой ударилась Такое ощущение, что где-то прыгнула и головой ударилась Да головой она сейчас, ребята, идет и стукается Головой она нигде не ударяется Ну как сказать, нигде-то Это называется болевой синдром Когда у кошки больно, сильно У нее вот так вот расширяются глаза У нее бегают глаза А где больно то ли? В самой голове больно? Она не скажет Нет, я понимаю Откуда же это могло быть? Кошки у нас нигде не бывают на улице А эти клещи без кошек могут где-то отдельно жить? Нет А не только у кошек, у собак Нет, ну допустим у нас под полом кошки оправляются Там не может быть там Нет А кошки у нас мы не пускаем никуда Растворять в воде по одной таблетке Чем чаще, тем лучше Растворять в воде по одной таблетке Ну так давай растворяй Теплая вода надо? Ну поить ее, пить будет Прям в воду бросайте А как она будет пить? Она не будет пить? Не будет А как? Рот разевать и толкать? Ну пить-то захочет, она безвкусная Она не горькая, она будет если пить воду То она безвкусная, она будет ее пить Ну нам легче ее связать и в рот налить Сегодня мы поставим, завтра Иванушка подбежит Да подожди, что ты оставишься тут? Это укол делать? Укол Ну, учи как Ну что, ты пеницелин что ли? А? Нет, гентомицин, он помощнее Он проникает через гемоэнцефаллическое Точнее говоря, он проникает и при Ой, вот болею, ничего не соображаю Извините Короче говоря, при воспалении Если есть воспаление Он проникает глубоко Гентомицин Он работает широко А вот это лекарство как-то ее там выгонит или как? Оно должно справиться Потому что даже при воспалении Ну молодая, ей 8 месяцев нет еще Ну мы попробуем Мы попробуем Ууу, сколько у тебя их? Ну, он И сколько это стоит? А он самый дешевый Сколько? 33 рубля О, я тебе 100 дам Спасибо Так, ты пока не сиди Набери пироцетам Такой 5 миллилитров? 5 миллилитров Где у нас 5 миллилитров? Найди пироцетам А, вон 5 драмор Набери Да, несправлась Вот она с коробки спала И вот утром у нее началась Вот она с коробки вот этой спала Вот она с пули Вот она с пули И вот она начинается Ну, видишь, сразу Вы не посмотрели А сейчас они уже Все симптомы сглажены Она придумывает вот эти вот шприцов Надпись покажи Этого лекарства Поверни ко мне Пироцетам Есть ножички Пироцетам Он Хорошо Позволит заработать мозгам Позволит Проникнуть препаратов Как можно больше Этот препарат Проходит через Все барьеры Это антибиотик Вы почему беременны Нельзя, что дети Могут родиться Так Ну я за приезд Отдам ей 200 рублей На Спаси Христос Стекляшку на стол положи Около Клавиатуры Мам, дай, пожалуйста, ножик А что, у тебя этого нету? Так, держи, Володя А куда Может быть, день-нибудь Около шею сделать? В мышцу Это гентомицин Это антибиотик Он очень болезненный Она будет дергаться Господи, благослови Держать надо быть, да я? Да Ты сама-то То есть отпускать нельзя Кого-то у меня разборажать Сделалось Интересно А мы сегодня в город поехали По делам Получилось, срочно пришлось ехать Хотела вам позвонить А вы сами позвонили Ну что моя радость? Еще Еще рано Готов? Ну что, в город-то съездили Не зря Да к вам поехали сразу Потом тогда заедем Да хочу ты А вот это что она делает? Это другое лекарство, что ли? Это другое А какое нам А, антибиотик? Да Извини, пожалуйста Сосудорасширяющий Для улучшения работы Хорошо А ты это что Второе-то не делаешь? Сейчас все сделаем Это подробно Написать надо будет А то мы Не так сделаем Все Ты сколько училась-то? Восемь лет Ой-ой-ой А сейчас где работаешь? Сейчас я дома сижу Ну да, дома Ну а работала до последу Птицефабрика Комсомольская А сколько у вас там птиц? Ну По-моему полтора миллиона Сейчас уже не помню Где-то в районе полтора миллиона птиц Миллион яйца в день давали Значит взрослого стада больше миллиона И молодняк Так миллионах Это не сосчитаешь За неделю Яйца-то Так Одну лапку мне нужно Держи, Володя Так Ножнички Это в каком месте? Смотри, Володя Ой, Еня Там выстричь надо, да? Да Еня, держи Давай я подниму где-то Держи ножку Вам надо подальше отойти Ну ладно Немножко так, чуть-чуть Прости, моя родная Надо Много-то не надо А то она Да не чуть-чуть Не задеть тело Тело, тело Теста, ст Facar Смотри, Рума Держи, Володя Тихо, тихо Хочу Так Паля, Паля, Паля Паля Паля, Паля Так Руки от рта у кошки убрали Паля, Паля, не бойся Взял, нет? Вкладку кожи прямо так натяни Паля, Паля, Паля Просто ей упокой И призне лап증 так не отойди поля поля хорошая поля и смотрю что будет укусила пусть на брюшко маленькая я держу аккуратненько не придушу не задавить бою только поля поля подожди сделай схватку на шейке и держи смотри она как когти то выпустила кости то большие у нее она защищается ей больно бедная а вот теперь держи главное вот тут прижми и на это где-то в холку что ли нет 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 вот где мы выстрелила она понимает она прекрасно понимает чуп умничка терпи теперь так оба укола нехорошие болезненные придется все потерпеть смотри что в кость не попала нет подожди хорошая господи благослови хватит а еще не целиком вы выдала нет а сколько надо половинку доза то человек еще шоссе изогнала туда сосудорасширяющие сейчас полегче станет а это антибиотик и тоже 1 миллилитр доста но то что она у меня сидит рядом с голубями там еще это нет не пугает ну все теперь нужно ее отпустить и успокоить отпускать не совсем но послабее сделай пускать держи 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 вот это забери нет резать володя подержи только не отпускай и подержи просто так гладьте и поле 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 хорошее поле хорошая наша кошка но сейчас мы посмотрим так все рассказываю что делать через 10 минут мы увидим как поделить через 10 минут посмотрим результат вот это препарат уже начнет действовать через 10 минут и снова тот тот дашь нет укол я сейчас ставить не буду но у нее должны уменьшиться зрачки у нас кошка заболела но нехорошая у нее болезнь то было я сверху там у голубятина ступила прямо на нее и она когда родилась у нее матка выпала и мы сделали операции с этим ну все перевязали ну и можно было бы оставить я понес это рядом было ветеринарное тут отделение они сделали укол ей что-то дали я принес она сразу сдохла ну вот мы сейчас посмотрим не должна сдохнуть но если будет кожи регулируем так пить она будет по-любому может кушать и не захочет они как будто бы ничего не видит нет зрачки расширены поэтому температура по-моему нет и но самое интересное лимфоузлы не увеличены у них она обычно кошки реагируют на это но сухой температуру мы естественно и не померим это невозможно она не даст она поля 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 а ты кем хочешь быть конструктором-модельером а конструктором-модельером а по ветеринара ты же говорила пойдешь мой брат полет на ветеринара я не могу быть ветеринара а почему ну потому что мне нет такого что лечить прям а ты помнишь говорила там в лагере то ну да как же так то я так и думал ты больше давали вот ветеринара таро традиция вами будет так нет ты говорила передумала уже не в счет да это ты проходишь кожу я сейчас одежду поэтому мне в этом больше нравится ванечка придет мы поставим вот это вот видишь я нашему завтра сами поставить вот этому поставим завтра сегодня этого больше не надо а вот это надо сегодня ведь так вот этим маленьким сколько в день давать это в день ей достаточно сколько два три раза два три раза а на ночь спит уже не трогать нет так а это на два раза это только утром до один раз нет будем ставить два раза то есть утром а потом и в обед и в обед на ночь его нельзя вот это воду добавить и пусть в воде лежит то есть она пить то на все равно сколько а у нас чай с осолодка не помешает нет не помешает не бы хорошо то есть добавляете прям в поилочку она же все равно пить приходит но где она там будет пить они с солодкой тоже не будем давать чистую воду дадим зачем с солодкой ну почему не дать то у нас она запарена оттуда из термоса брать воду давать теплую но пить она какой пьет молочко она пьет который стоит на полу на холодном полу понятно она в молочко пьет да нету молока у нас никакого ждем игоря нету воду ну вот и если воду пьет значит в воду если молочко пьет значит молоко это воду сколько раз в день надо напоить сколько будет пока не заставлять она не пьет допустим как-то насильно и но если не пьет придется насильно конечно а сколько раз это сделать за день за день с кошками давно работал на пол миллиметра миллилитров 100 ей надо ну за день получается за раз это что у столовой ложки две-три хватит его ложки надо да две-три можете шприцом набирать и в ротик вводить а еще мы туда можно шприцом и в уголочек рта но она будет выплевывать а каким шприцом а у нас же есть пустые возьмете пустой там у нас есть у наберете и в уголочек рта это вставляете но они видите выплевывать будет она будет возмущаться но полегче нет успокоилась маленько она как будто ничего не видит с утра не реагирует никак и глаза сделали как в чужая на менинки надо понаблюдать посмотреть сразу увидеть володя переспросить еще еще не ясно у кого этот надо будет поставить надо укола ставить будет вот это ну поставим маленький а этот на утро ты будешь держать я буду ставить так андреевна возьми так за аппаратуру сколько мы должны дальше ты не холли хватит он стоит а препараты 2 в районе 30 рублей самый дешевый препараты но они дешевые так и вот этот тоже в молоко в воду про аппараты не говорили что я вот еще дам 100 она пьет на держи положи мамке отдашь у нас сильно то ничего нет тоже мы тоже безвкусно абсолютно без не ну это у нас нет у нас только вода узнали сказали бы молока вы принесли бы молока надо молока нету может послать ребенка пусть принесет молока нету а городской который брать там не молоко порошок какой-то его собаки то не пьют надежда васильев спросить если вот в общем понял в день вот этих две-три таблеточки можно и вот эти две таблетки на на же воду то сразу выпивает пусть стоит ничего не станет нет а я имею ввиду если там таблетка сразу значит там остается в воде то вот это конечно на воде останется она не спорта не переживай нет но смотри например утром свеженькой водички налил бросил бросил она попила следующий раз ты наводишь эту водичку по вылежь помоешь и снова на воде даже если там остался препарат все понял это что глисин до улучшение мозгового кровообращения но еще вот этот у вас холодное место сколько нам аппаратура 3 оставляете мы оставляем все шприцы ну шприц один зачем много то вот оставляем антибиотики вы всех них не потратите так что за них наверное денег не надо потому что мы то что останется заберем нам пригодится еще лечить кого-нибудь мы как это внезапно то случилось ну а теперь вариант 2 что я там и головой ударилась до что я подозреваю что произошло там нагноение и гной пошел на мозговые оболочки подтвердить не могу потому что температуры вроде как нету нет она не горячая температуру измерить мы не можем гентамицин которым антибиотик поставили он проходит до мозговых оболочек то есть он как антибиотик убьет инфекцию вот это второй антибиотик он закрепит результат вот в этой не за счетом это таблетки тоже таблетки их бросать они растворяются в воде кошки их пьют но она не пьет так все тогда только накачивать и она недавно подходила пила воду подходим ну да хотя дай куста это кошка старая пьет а то ничего не будет а то и будет будет это и надо а то это не надо вот о чем и речь то есть перед тем как ее поить начни разводить значит старую додержать под полом от воду прятать от нее но другую наливать ей другой наливать на поели сколько вопросов возникло то с одной кошонка и столько поля 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 да замечательная такая кошечка умная такая покажу им там что у нас есть какое сокровище посмотри что у нас тут есть настя смотри это ребенок голубенок ну вот вывелся прям до того быстро растет притом я здесь держу дикарей там больные голубей садила породисты они могут заболеть а этим им еще не доспевается и главное только вырос уже сейчас опять любой вон вещи делает с ним и уже на снова внизу садится давайте еще памперсы не сняли а уже снова в роддом отправлять ну да хорошенький такого ну-ка стеснительная в общем вот этот препарат на утро а этот вечером утром придем еще пересун и поставим постараемся приехать пораньше поставить так и на фару твои забирай так вот и вот еще может отпустить ее можно потихонечку отчасти чтобы посмотреть как она будет поля поля не не пускай далеко туда никуда вот она под стул залезла там посмотри и вот она где поля поля туда пытается залезть и не надо туда сейчас поцарапала тоже похорябала прохладное место подоконник положить молодик себе на этом я то положи рядом она ладно место сказали прохладную ну где-то когда он здесь типа подоконника до подоконник у нас и так тут можно туда за столом туда ну за столом не опускай никуда только там подоконник то не соберешь она лишь как бьется залезть и туда глядите как яростно забивается погреб залезть и а я нельзя погреб пускать не надо нельзя поля нельзя она хорошо открывает умеет но тут ничего не получится у нее все тогда на этом сегодня 24 февраля 18 года суббота под кошка уже и третий день как заболела и откуда чего такая пакос вот